Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владимир Господи помилуй, Господи помилуй, Испола, благослови Святейший Владимир Господи, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесное, Витя, что люди, души и земли, живете все и все исполняет сокровища, благослови жизни, Бодателем, Витя и вселесим, начисти на всякие спряты и спаси благо души нашей. Иисусом, Богу, Затем и поклоняемся, в такие беседшие отношения и отношения наших, которые мы благодарим, и поддерживаемся на каждой дне, как и днецам, создавших благотокажем, тем благотокажем, благотокажем, радости исполненности, вся спаси наша, пришел весь расти в небе. Милосердия, Иисусе, источник, Минус, Испода Минозного Городица, Президентария, Иисусе, Иисусе, и всели веку, без усилових, на Тебе, умывающий, рады и силы приемте, как уже я наговорил, бесплодный конкурс на Тихо, предложил во благотокажем. Иисус Симфер, и всели веки, источник,уважлив, усть disconnect kosten и металл, иди, вство пилот на Тихоай, во вне вне вне, olsun для нас избавления шVERи, иде, smaller百多 % шvl. иди, неисусе села для нас силы приемте, а все Megahertz в мысе нету. Иисусе, ибо озаримución, ПЕСНЯ 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 Вы святей обители, сей в первопрестольном граде нашем, всяком граде в стране, и верующих в ней, мы сходу помолимся. И крик, отец, о Христу, спасти, святее Бог. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Ваше Святейшество Святейший Владыка и Отец позвольте от лица Священного Синода и Синодальных учреждений горячо и сердечно поздравить вас С благословенным днём рождения! В минувшее воскресенье наша Святая Церковь торжественно вспоминала и молитвенно, когда она вновь обрела Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. А через два дня мы так же молитвенно, так же радостно и торжественно вспоминаем тот благословенный миг, когда в первую очередь Ваша родительница, а потом и отец услышали голос рожденного шестого патриарха Московского и всея Руси. Этот голос креп, мушал, исполнялся при мудрости разума и благочестия. А сегодня его слышит Русская Православная Церковь. И я не ошибусь, если скажу, внимает ему и Вселенная. Ваше Святейшество, говоря о периоде Вашего первосвятительского служения, хочется особенно подчеркнуть, что голос Ваш обращен к современному миру, к современному человеку, призывая его вернуться или обратиться ко Христу. Ваше Святейшество, позвольте молитвенно пожелать Вам благоденственного, мирного жития, здравия и чтобы Русская Православная Церковь, ведомая Вашим голосом, процветала и благоденствовала, совершая свое спасительное служение на благо России и народа Божия. Примите на молитвенную память этот куколь и благоухающие розы, и чтобы служение Ваше и жизнь Ваша была похожа на них, но без шипов. А от Вашей родной, дорогой московской епархии этот образ Смоленской Божьей Матери, потому что его композиция напоминает о том, что 200 лет тому назад Матерь Божия услышала и святителей, и воинов, которые молились перед ней о спасении России. И пусть Царица Небесная всегда слышит и внимает Ваш молитвенный голос о России и о нашем народе. И пусть хранит Вас Господь на многое лето. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Сердечно благодарю Вас, Владыка Митрополит Ювеналий, за приветствие от лица Церкви нашей, и Вас, Владыка Арсений, за приветствие от Града Москвы. Мы не подбирали никакого евангельского чтения специально. И когда отец Владимир Назаркин подошел ко мне и говорит, может быть, мы почитаем вот такой текст, я, не зная, какой текст выпадает на сегодняшний день, сказал, тот, который по уставу полагается. И вот в этом тексте открывается весь смысл патриаршего служения и вся ответственность. Суть его заключается в том, что кому много дано, с того больше и спросятся. И этот текст очень отрезвляет. И не только патриарх, я думаю, должен отрезвлять каждого, кто имеет особенно власть, будь то в церкви или в государстве. Бог спросит тех, кому много дано, больше, и бит такой будет больше. Причем сказано, не погибнет, а бит будет больше. Это означает, что наше служение связано не только с радостью душевной, от общения с людьми, не только с некими внешними привилегиями, которыми оно окружено, но и со страданиями, которые не отлучны от этого служения. Это имеет отношение, как еще раз хочу сказать, подчеркнуть, и к служению патриарха, и к служению каждого архиерея, и к служению любого человека, которому Бог дает власть и ответственность. Поэтому молитва моя сегодня была о том, чтобы все мы, каждый по отдельности, и все вместе, как церковь, были достойны того великого призвания, которое Бог обратил к нам. Я сердечно еще раз благодарю за добрые слова, за пожелания и за молитву. Спасибо, Господи. Спасибо.